Продолжение следует... 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 Карл Фукс, которого мы все знаем. И он, насколько мне известно, положил начало казанскому направлению ботаники и школе натуралистов. И фактически за эти два столетия, я думаю, будут говорить, и мы часто отмечали, сформировался фактически фундаментальный активно развивающийся факультет, у которого богатейшие истории, богатейшие, известные во всем мире школы научные. Я не буду перечислять, поскольку тут много очень школ. Мы недавно по биотехнологии, например, международную конференцию проводили, также вот открыли памятник, ой, бюст на доску, Баеву академику известному и так далее. Таких ученых на биофаке очень много. Я думаю, трудно разделить биофак от ботанического сада. И в самом деле взаимопроникновение у вас, и преподаватели, и сотрудники работают и на биофаке, и в ботсаде. И вот скоро будет, буквально через несколько недель, юбилей, можно сказать, такой, 20-летний юбилей, после постановления, которое вышло, о воссоздании нашего ботанического сада. Конечно, у нас ботанический сад был один из лучших в России, канон основания Казанского университета. И мы гордились им. И когда Томский университет, например, отмечал в прошлом году 125-летие, конечно, и ректор Майер, и все отмечали, что все коллекции, все это из Казанского университета. И, конечно, несколько нам обидно, что в годы гражданской войны Италия у нас все исчезло. Но теперь мы снова воссоздаем. И если вы во двор университета пойдете, я думаю, обязательно надо сходить. Мы как бы воссоздаем новый сад, я думаю, усилиями ботаников наших, биологов, ботсада. Мы будем следить за этим садом. И будут, я думаю, и практику проходить наши студенты на этой территории. И надо нам совместными усилиями воссоздать ту славу, которая у нас есть. Вы знаете, у нас еще 170 гектар земли есть. Здесь надо что-то делать, мы постоянно об этом думаем. И ваша помощь, как выпускников, конечно, советы нам очень нужны. Я еще хотел бы в заключении, может быть, сказать, отметить некоторых наших сотрудников. Всех, конечно, не отметим. У нас вышли много премий, благодарности, грамоты. Я о них позже скажу. Я хотел бы сказать о тех людях, которые вроде бы незаметно, но вносят неоценимый вклад в работу и факультета, и ботанического сада. И вот биофак, и ботсад трудно представить без этих людей. Я думаю, просто перечислим. Григория, Тамара Григорьевна, ветеран труда, отдавший кафедру физиологии более 50 лет своей жизни. Гаврилов Владимир Степанович и Зоткин Леонид Леонидович, это умельцы на все руки. И мы их в университете, в самом деле, все знают уже. Не только ваш факультет, я их знаю, по-моему, лет 30, когда они еще с Одринским всегда говорили. На них держится весь приборный парк, кафедру биохимии, зоологии, позвоночник. Я думаю, их тоже не будет. Аминова Сувия Мухаммеддиновна и Хасанов Рашид Толгадович. Но они многие годы надежно обеспечивают материально-техническую сторону, как учебного процесса, так и экспедиционных, особенно, отработок кафедр зоологии позвоночника. Это у меня тоже. Фадеева Людмила Алексеевна и Галиулина Гульсун Ганиевна, они работают на кафедре генетики с первых дней ее образования. И я думаю, очень неоценим их вклад в развитие именно в организацию учебного процесса этой самой молодой кафедры биофака. Еще можно сказать, что более трех десятков лет беззаветно служат учебному процессу и науке от биологического факультета инженеры. Я перечислю. Я думаю, как же успехи ботанического сада невозможно были бы такими, пусть пока скромными, но, по крайней мере, динамика известна. Стараемся с общими усилиями. Тут и ректорат сейчас постоянно думает об этом. Но мы должны отметить все же и Сарапину Николая Николаевича. Это нашу начальнику, ведущую кухаренку Игоря Павловича. Акмадурина Геннадия Серединовича, водителя. Ну и многих рядом других. Поздравляем. В связи с юбилейными мероприятиями Казанский университет выдвинул вместе с вашим факультетом многих работников на грамоты, на почетные звания. Вы, наверное, все знаете, мы недавно ввели новое звание в Казанском университете. Это заслуженный работник Казанского университета. Мы его вручать будем на Большом ученом совете. И вот этого звания заслуженно удостоен Гаврилов Вадим Степанович. Министерство образования Российской Федерации, ну теперь уже и науки, оно нагрудными знаками также отметило ряд ваших работников. Значит, часть из них уже получила, это Григорьева, извините, без отчества, Захарова, Зоткин, Ласточкина и Фадеева. Мы их также поздравляем, мы им уже вручили. А вот двум сотрудникам только что вчера, позавчера привезли эти нагрудные знаки, я бы хотел вручить их. У нас Гаврилов Вадим Степанович уже третий, четвертый раз упоминается. Гаврилов Вадим Степанович, вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Вышли приказы, почетные грамоты мы будем несколько позже вручать, поскольку министерство только переоформило, но приказ уже привезли. Почетные грамоты Министерства Российской Федерации на образование и науке награждены Жарких Анна Владимировна, Ильинская Орга Николаевна. Аплодисменты Хохлова Людмила Петровна. Аплодисменты Хохлова Людмила Петровна. Я название, наверное, должен, всем известно, наверное, Жарких Инженер Кафедры биохимии, Ильинская Орга Николаевна, Завкафедра микробиологии и Людмила Петровна Завкафедра физиологии. Значит, уже почетными грамотами, тоже в среде двухсотлетия, мы им вручили, это Галиулина, Галкина и Машкина, старшие лаборанты генетики и зоологии по человеку. Аплодисменты Хохлова Людмила Петровна. И Кокосов Геннадий Федорович, заслуженный работник высшей школы Республики Татарстан присвоено Винтеру Виктору Георгиевичу. У нас ряд сотрудников, многочисленные, я думаю, Анатолий Иванович о них скажет, награждены почетными грамотами администрации города Казани, благодарностями города Казани, главы администрации, почетными грамотами Министерства образования и науки Республики Татарстан, и почетные грамоты Казанского университета, и благодарность Казанского университета. А также имеются у нас благодарственные письма, которые мы будем вручать ветеранам нашим, выпускникам. По ботаническому саду, я сразу скажу тоже, это заслуженный работник Казанского университета, об этом звании я говорил, присвоено Куликову Юрию Алексеевичу, директору ботанического сада. АПЛОДИСМЕНТЫ Почетное звание заслуженный работник высшей школы России, присвоено Чернову Игоря Анатольевичу, главным научным учреждением. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожелать новых успехов, здоровья, всего хорошего. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, Следующую нашу страницу, страницу нашего праздника, мне хочется посвятить тем, кто многие-многие годы отдал биологопочтному факультету, а затем ушел на заслуженный отдых. То есть поговорить о наших ветеранах. И я это представлял себе следующим образом. В небольшой компании с микрофоном в руке я хожу здесь вот в доле этой села, и мы о чем-то говорим с теми, о ком хочется сегодня сказать. Но этого не получается, микрофон короткий, небольшой провод. Поэтому я создаю подвижную бригаду. Прошу в состав этой бригады входить. Войти вас, Максим Халимонович, Ольгу Николаевну, Ильинскую и Малютин Людмилу Васильевну. Прошу вас спуститься сюда вниз. Прошу вас. Роза Казизвана Ахмадеева. Долгие годы она работала на кафедре физиологии щеки животных. Отвечала за библиотеку этой кафедры. Благодаря ее, собственно, эта библиотека сохранилась. И до сих пор она поддерживает тесную связь с кафедрой. И иногда снятся вещи и сны. И после каждого этого сна она приходит на кафедру знать все, что там благополучно. Это самый сердечный человек. Тамара Александровна Достракова. Тамара Александровна многие годы проработала на кафедре ботаники. До сих пор кафедра считает ее своей родной. Она начинала большую работу в нашей республике по проведению биологических олимпиад. И даже когда она была на пенсии, мы всегда обращались к ней прийти и помочь. Она никогда ничем не отказывала. Спасибо вам, Томас. Валентина Алексеевна Барышникова. Вот Валентина Алексеевна много лет отдала кафедре физиологии растений. Удивительно добрый, приятный человек. Ее тепла хватало и не только сотрудникам кафедры, но и всем студентам. По любым случаям, когда что-то тяжело, с жалобой, с просьбой обращались к ней. Валентина Алексеевна, покажитесь, пожалуйста. Пожелаю всем здоровья, большого благополучия, радости в жизни и воспитывать своих детей. Маргарита Михайловна Белова. Долгий год проработал на кафедрах генетики, со дня ее основали, собственно. И была каким-то центром кристаллизации. Вот это все ее жизни, вот это добрый, великолепный человек. И до сих пор кафедра генетики вспоминает, какие же все же вот накрахмаленные белоснежные халаты были Маргарита Михайловна. Сейчас таких почему-то ни сотрудники, ни студенты у нас не носят. Нина Федоровна Васильева. Ну тут у меня просто, знаете, как-то и слов не хватает. Она всю жизнь работает на кафедре микробиологии. И даже сейчас, будучи на пенсии, она на абсолютно добровольных началах приходит каждый день и что-то такое на кафедре делает. Помогает ей в решении задач, которых сейчас очень много с нашим перестройкой, с переездом. Спасибо вам. Светлана Миктаховна Гелязова. Светлана Миктаховна, вы где у нас? Где она? Кошера Кариман Гартулев. Сотрудник, сейчас уже бывший сотрудник кафедры микробиологии. На ее плечах лежало большое хозяйство кафедры. Она отвечала за многие вещи. И то, что сейчас, в общем-то, кафедра не растеряла свою технику, реактивы. И свою добрую славу мы обязаны ей. Спасибо вам. Альбина Викторовна Жирнова, кафедра физиологии человека и животных. Убивительно грамотный, педагог, очень хороший человек. Многие годы отдала кафедре физиологии человека и животных. И сейчас мы ее очень часто вспоминаем. На различных семинарах, конференциях она поддерживает с нами, в общем-то, постоянную связь. Альбина Викторовна Жирнова, кафедра физиологии человека и животных. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Будучи материально ответственным лицом на кафедре ботаники, Беляба Зарахманна принимала и самая активная участие в учебном процессе. И вот, когда открылся Деломорский учебный стационар, она со студентами-зоологами проходила там практику ботаники. Очень грамотная. И до сих пор вот ребята, которые кончили уже и много лет назад, и сейчас вот учатся на последних курсах, вспоминают их с большой теплотой. Как и мы все. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Научный сотрудник кафедры микробиологии. Наташа, в свое время вы открыли ядерную ДНК. Так вот, сейчас подтверждено, что она активируется магнием, как и раньше. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АСГАР Хадевич Имамов. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень плодотворно в свое время трудился на кафедре микробиологии. И сейчас женская половина кафедры с грустью вспоминает о том, вот, сожалеет, вернее, что в свое время он ушел, хотя мог бы еще и поработать. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ АИДА СЕМЕННО КАЗАНЦЕВА, КАФЕДРА БОТАНИКИ АПЛОДИСМЕНТЫ Уделительно добрый, стромный человек и великолепный педагог. И, как многие поколения биологов обязаны своими глубокими знаниями по БОТАНИКИ. Спасибо вам, АИДСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Римма Рашидовна Милентьева, КАФЕДРА ЗОЛОГИ ПОЗВОНОЧНЫХ АПЛОДИСМЕНТЫ Без Римма Рашидовна Милентьевой, наверное, вы бы не знали так много, а близко нам к Куйбышевскому захоронилищу. Она многие годы, работая на кафедре, посвятила себя изучению гидробиологического режима этого БОТАНИКИ. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Лена Андреевна, что-то вы далеко забрались. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Многие-многие годы, Светлана Николаевна, дала кафедре «Бегини», одной из, ну, молодых наших кафедр. Её вклад в преподавание наукой кафедры буквально не ценим. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Галина Ивановна Пахомова, бывший заведующий кафедры физиологии растений. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Галина Ивановна, спасибо вам большое. Мы вас все искренне любим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Александр Владимирович Попов. АПЛОДИСМЕНТЫ Кафедра зоологии «Позвоночник». АПЛОДИСМЕНТЫ Ветеран войны. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Трудно себе представить наш зоологический музей без Александра Владимировича. Бывший директор зоологического музея. Все, что там сохранено, мы по многому обязаны ему. Он первый. Вернее, он, Александр Владимирович, да, приобрел такой великолепный экспонат, как КВАГА. Это второй экземпляр в мире, да, Александр Владимирович? Да. Причем, знаете, удивительный человек. Вот я с ним в свое время плавал на учебно-экспедиционном судне Батайса. Это Северный Атлантик. И он, знаете, вот обладая большим жизненным опытом, никогда, в общем-то, не ставил себя выше других. И всегда был как-то рядом. И мы вот пацаны в той экспедиции буквально на его плечи упирали. Спасибо вам, Александр Владимирович. И удивительный человек. Валентин Алексеевич Потапов. Препаратор зоологического музея. Участник всех зоологических экспедиций. Это был неповторимый снабженец. Он доставал то, что было достать просто невозможно. Экспедиция его всегда... Да мы все его очень любили, все, кто, в общем-то, его помнят. А вот его подсловица такая... Экспедиционная... Нолей со дна пожиже. Она до сих пор считается, ну, как бы, неким зоологическим символом. Все в экспедиции так и нолейки, там, со дна пожиже. Спасибо вам. Нина Александровна Порфирьева. Пациент Катерезологии Беспекционович. Целые поколения студентов считают ее своим... Если не крестной мамой, то крестной нянью. В том числе и я. Спасибо вам, Нина Александровна. Спасибо. Аплодисменты. Вы убивительный человек, вы прекрасный педагог и ученый. Ваша книга «Планария Байкал» — это настольная книга многих, в общем-то, заводовок. Спасибо вам. Розан Тарахману Сайману. Кафедра микробилог. Такие, как Розан Тарахману, являются символами кафедры. Удивительно добрый, мягкий и очень грамотный человек. Вокруг ее всегда было как-то очень спокойно и уютно. Многие годы она была ученым секретарем ученого совета биофага. И я за ней, как дикаму, как за каменной стеной. Спасибо вам. Тамара Михайловна Умылина. Сначала кафедра зоологии в Позвоночниках, а потом кафедра генетики. Доцент Камера. С имени Тамара Михайловна связано с становлением кафедры генетики. Я думаю, что Борис Иванович Барабанщиков один бы с организацией кафедры не справился. Спасибо вам, Тамара Михайловна. Валентина Ивановна Кисамуддинова. Кафедра биохимии. Долгие-долгие годы Валентина Ивановна работала на катедре биохимии, доцентом, вела целый ряд курсов и оставалась буквально незаменимой. Ну, до тех пор, пока не пришлось с необходимостью просто привлекать и преподавание к научной работе молодежи. Но вот след, который оставила Тамара Валентина Ивановна, он буквально не сгладивший из них. Спасибо вам. Валентина Алексеевна Черенкова, бывший старший лаборант в кафедре зоологии беспозвоночных. Мы на кафедре зоологии беспозвоночных многие годы прожили, бог бог, область Валентина Алексеевна. И эта вот прошлая жизнь, она всегда вызывает приятные самые воспоминания. Валентина Алексеевна не только участвовала в техническом обеспечении учебного процесса, но и была заметным учёным. Она внесла очень большой вклад в изучение паразитов, фауны, рыб, куберского водохранилища. И эти данные не потеряли своё значение по сей день. Спасибо вам. Ирина Егиньна Черепнёва. Наверное, многие знают Валентина Алексеевна Черепнева. Вот смотреть на неё просто без какого-то приятного, радостного чувства невозможно. Она удивительна. Видно, добрые и глубокие учёные, и преподаватели. И тоже многие-многие годы она дала работе в учёном совете, в факультете этого будущего, учёным-секретарём, сменив на этом посту Розу Дарахмановну. Для меня лично и Розу Дарахмановна, и Ирина Евгеньевна. Вы просто родные люди. Спасибо. Светлана Мептаховна Гелезова. Светлана Мептаховна. Спасибо. Спасибо. Светлана Мептаховна. Вы что-то разобрали у меня, по-моему, лишнего. Сейчас. Прошу прощения. Одну минуту. Спасибо. Спасибо. Об этом еще скажет Юрий Алексеевич, директор ботанического сада. Спасибо вам за внимание. Действительно, сотрудников ветеранов, во всяком случае, ботанического сада и биолога почвенного факультета сложно нам делить. Очень многие годы Салахова Гульсина-Подрубинна проработала на факультете, а затем пришла к нам и очень много лет проработала в ботаническом саду. Поздравляем Гульсина-Подрубинна. Молодым научным сотрудникам мы вас всегда ставим пример, ибо самый дисциплинированный научный сотрудник. Благодарный, бесконфликтный. Спасибо еще раз. Иванрова Раиса Гавриловна также очень много лет проработала на факультете и много лет проработала в ботаническом саду. Не нужна была систематика растений, достаточно было показать любое растение, любое семечко. С нее началось создание гербарии в ботаническом саде. Спасибо. Сейчас ее нам очень не хватает. Да. Балахчева Ирина Андреевна. Лучший цветовод ботанического сада, организатор, руководитель отдела цветоводства. Ни до, ни после Ирины Андреевны лучшего руководителя в этой области у нас, к сожалению, нет. Буткина Татьяна Ивановна. Татьяна Ивановна, бесконфликт. Много лет проработала в отделе агроэкологии в ботаническом саду. Замечательный помощник во всех делах. И биолога почвенной факультеты, и весь университет голодал бы без овощей, которые обеспечил весь университет Татьяна Ивановна. Григорьева Анна Александровна. Ботанический сад ранее был многочисленным, и Анна Александровна обеспечивала порядок в нашем западном полуциркуле. Анна Александровна. Не подожди. Не может выбраться. Значит, вручим чуть позже. Мы еще будем встречаться. Муравьев Борис Владимирович. Борис Владимирович не так много лет проработал в ботаническом саду. Но этот замечательный изобретатель, рационализатор, умел и физический факультет, и биологу почвенной факультет, и ботанический сад обеспечить как высококлассный стеклодув. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сычкова Людмила Алексеевна, заведующая отделом. Людмила Алексеевна. Людмила Алексеевна обеспечивала и экспедиции, руководила прекрасным коллективом. Отдел под ее руководством развивался. Испекала нескольких кандидатов наук. Александр Михайлович Сидорцов, главный агроном ботанического сада. Александр Михайлович первый в ботаническом саду заложил питомник ладового. Это 26 сортов яблок. Великолепный алтайская армия пиха, великолепный питомник. С уходом мы потеряли очень много. Александр Михайлович не работает теперь в ботаническом саду, но свой личный питомник содержит. И самые лучшие саженцы, когда нам нужно для кого-то, мы берем у Александра Михайловича по-прежнему. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Хотелось бы отметить еще целый ряд наших сотрудников, но это мы позже в более узком кругу сделаем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Еще одно благодарственное здесь у нас. Фарик Хакимович Галеев. Простите меня, что мы Хакимов, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Кафедра микробиологии. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогой Фарид Галеевич Хакимов, поздравляю вас с 200-летним юбилеем Казанского государственного университета и выражаю вам искреннюю признательность и благодарность за многолетний добросовестный труд. Ректор Салахов. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ